Привет, меня зовут Лиза. Сегодня я хочу поговорить с вами о самом распространенном химическом инструменте, который можно найти практически в любой химической лаборатории, медицинской лаборатории также, биологической лаборатории. В общем, в любой лаборатории это стеклянный электрод, с помощью которого можно мерить кислотность раствора, ну или PH. Своим открытием стеклянный электрод обязан физиологу Максу Крэмеру, который в своей работе первым измерил ЭДС гальванической ячейки со стеклянной мембраной, которая разделяла водные растворы и обнаружил, что она была максимальной в случае, когда по одну сторону мембраны находился раствор кислоты, а по другую раствор щелочи. Однако сам электрод предложил не он. Ознакомившись с опытами Крэмера, электрохимики Габер и Клементьевич придумали, как более правильно организовать ячейку и получили кривые кислотно-щелочного тетрования. Габер понял, что в его руках находится инструмент, подобный водородному электроду, но лишенный некоторых его недостатков. 28 января 1909 года ученые сообщили о стеклянном электроде в химическом обществе в Карлсруе. И в этом же году они опубликовали статью в журнале The Schrift für Physikalische Chemie. Сам термин «стеклянный электрод» был предложен школой Габера в начале 20 века. Но в англоязычной литературе термин «стеклянный электрод» начали применять только в 1924 году. Давайте рассмотрим строение стеклянного электрода. На примере электрода ESL, то есть электрод стеклянный лабораторный. Итак, стеклянный электрод представляет собой стеклянную трубку, которая оканчивается тонкостенным стеклянным шариком. Внутрь шарика залит стандартный раствор с определенным значением pH, а в раствор погружен металлический электрод. Часто применяют децинормальный раствор соляной кислоты и серебряный электрод, покрытый слоем хлорида серебра. Это был электрод типа ESL, но также бывают еще и электроды типа ESK, то есть электрод стеклянный комбинированный. Он также представляет собой стеклянную трубку со стеклянным шариком на конце. С, но он отличается от предыдущего электрода тем, что в нем есть также электрод сравнение. Вот здесь электрод сравнения, который представляется... Здесь, по-моему, залит сейчас калий-хлор, но его можно менять, допустим, на калий-Н3, если, допустим, хлориды мешают определению pH. Принцип работы стеклянного электрода состоит в том, что между стеклянной стенкой и водным раствором возникает разность потенциалов, которые являются функцией концентрации ионов водорода в растворе. Стеклянный электрод опускают в исследуемый раствор pH, которого требуется определить, и измеряют потенциал электрода сравнения. Поскольку сопротивление стеклянной мембраны для измерения разности потенциалов велико, то для измерения разности потенциалов рассматриваемой цепи необходимо использовать специальные приборы. Стеклянный электрод можно применять в средах необладающих буферности вблизи точки нейтрализации, в растворах тяжелых металлов, в растворах окрашенных, в мутных растворах, причем скорость установления потенциала будет довольно быстрой. Потенциал стеклянного электрода представляет собой мембранный потенциал, который возникает в результате ионнообменных свойств стекла. Щелочные катионы стекла, например, катионы натрия, обмениваются с катионами раствора, в частности, с ионами водорода. Граница стеклораствор таким образом является проницаемой только для катионов. Равновесие будет устанавливаться на обеих сторонах стеклянной мембраны и в нем участвуют сравнительно небольшие по толщине поверхностные слои стекла. Проводимость пространства между этими слоями обеспечивают ионы натрия. Так как с внутренней стороны состав раствора сохраняется постоянным, то постоянен и соответствующий мембранный потенциал. Так, еще я бы хотела добавить, что стеклянный электрод, он относится к ион-селективным электродам, то есть к электродам, чувствительным к определенному иону. В кислой и нейтральной среде стеклянный электрод обладает высокой селективностью к ионам водорода. А в щелочной среде он становится селективным катионом щелочных металлов. Кроме этого, модификация стекла в стеклянном электроде позволяет сделать его более чувствительным к широкому диапазону pH или же к определенным видам ионов. Так, пока что на этом все. Дополнительно вы можете посмотреть теоретическое видео, в котором я объясняю, что такое щелочная ошибка стеклянного электрода. Ну, также, если вам было интересно, вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал, чем вы очень поможете его развитию. Спасибо вам за просмотр. Оставайтесь со мной и продолжайте учить электрохимию.